привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и совсем недавно стив молд на своем канале выложил ролик с одним очень занятным опытом и уже несколько человек написала нам с просьбой этот опыт воспроизвести показать что на самом деле удается и объяснить его а для опыта требуется цилиндр желательно прозрачный чтобы видеть что происходит внутри и шарик который бросается внутрь этого цилиндра и лучше всего подходит шарик от старой компьютерной мышки стив бросает шарик под углом внутрь цилиндра тот опускается но потом разворачивается идет по спирали вверх и вылетает наружу похоже что или стив тренировался достаточно долго чтобы хорошо шариком подать или у нас цилиндр слишком узкий но в общем сделать бросок и прям перед вами показать у меня получилось без десятого раза да и в этом я не уверен ну и для того чтобы устранить человеческий фактор как говорят юные физики на своих турнирах мы построили вот такую машину желобом с которого пускается шарик и шарик вылетает из цилиндра причем я кладу его второй раз и он вылетает снова и вот шарик влетает в трубу движение сейчас замедлено в 16 раз делает оборот и вылетает из трубы а теперь мы повторим это движение и трассируем его чтобы вы увидели ту траекторию которую шарик описал внутри трубы такая петля и полный оборот с вылетом а вот как движение шарика выглядит сверху оборот и вылет наружу и теперь после того как явление воспроизведено нам надо перейти к его качественному объяснению но прежде надо проделать еще одну процедуру выделить существенное и устранить несущественные для этого объяснения факторы ну и вот первый существенный фактор шарик от мышки имеет хорошее сцепление с поверхностью банки ну а чтобы показать это у меня приготовлен несколько других шариков вот этот резиновый но довольно гладкий я его запускаю и он уходит внутри банки шарик от настольного тенниса тоже туда же ушел вот такой небольшой пластмассовый тоже ушел вниз видно что даже внутри не вращался а теперь вот этот шарик от мышки и он вылетел единственный из всех так что сцепление действительно существенно и можно считать в модели что шарик катится по стенке банки без проскальзывания хотя конечно небольшое проскальзывание есть пункт второй поскольку я запускаю шарик с достаточно большой высоты можно считать что вот здесь пока он движется в банке его скорость практически не меняется но и в этом смысле во первых пренебречь всеми потерями энергии на трение а во вторых считать что его изменение энергии за счет изменения высоты тоже не существенно ну и в этом смысле можно считать что сила тяжести вообще не действует и сейчас мы сделаем опыт который покажет эту сторону дело и с этой целью я установил цилиндр горизонтально так чтобы шарик с горки влетал и дальше двигался по касательной ну сначала пустим неправильные шарики вот этот резиновый и он как вы видите остался там внутри банки теперь вот этот пластмассовый а он просто вылетел на другую сторону а теперь пришел наш главный опыт я беру шарик от мышки и он вылетает с той же стороны куда влетел а теперь тоже самое но замедленно вот шарик спускается жалоба ударяется потом зацепляется и катается по цилиндру туда-обратно и вот он вылетел с той же стороны с которой вылетел и теперь самое время перейти к объяснению явления и я в некоторых пунктах буду следовать за стивом мне его объяснение очень нравится и добавлю кое-что свое ну и надо сказать что здесь нам приходится ограничиться качественным объяснением потому что математическая теория изложенная в статьях она для нашего ролика конечно слишком сложная ссылочка на статью находится под роликом вы можете в нее заглянуть чтобы сказать убедиться в уровне той математики которые используются для описания такого движения и я начну с простого предельного случая когда в цилиндр по касательной к нему влетает шарик у которого вообще нет никакого сцепления со стенками но ясно что поскольку нет сил которые могли бы его остановить в этом направлении он так и будет дальше двигаться вдоль цилиндра по спирали и не важно расположен ли цилиндр вертикально или горизонтально и мы видели это как раз на примере вот этого пластмассового шарика сцепление которого со стенками цилиндра было достаточно мало а дальше стив предлагает нам сделать такое допущение он там и употребляет это английское слово assumption и представить себе такой воображаемый шарик у которого момент инерции много больше чем произведение его массы на квадрат радиуса то есть такой шарик при движении которого практически вся энергия при качении была бы энергией вращательного движения а энергия поступательного движения была бы по сравнению с этой энергией пренебрежима мала ну и такой шарик будет сохранять свое направление вращения его ось вращения какой была когда он зацепился здесь за стенку такое останется ну это означает что здесь внизу шарик будет катиться по стенке и дальше выкатываться наверх ну и фактически если бы у нас труба нарастилась за это время он двигался бы здесь по эллиптической орбите по такому срезу цилиндра а у нашего реального шарика момент инерции составляет две пятых от мр квадрат и его движение уже является не движением по такому секущему эллипсу но по некоторой кривой которую мы и наблюдали на опыте и конечно круто когда имеется такая большая банка которую нам показал стив так что можно шарик кинуть чтобы он зацепился где-то в центре банки и потом двигался по траектории то опускающийся вниз то поднимающийся вверх и не вылетающий из банки и в конце концов и с узкой банкой у меня с одного раза из 100 начало получаться без жопы и смотри мне кажется что я уже почти все объяснил но какие-то сомнения у меня все-таки остаются ну как какие сомнения а как же объяснить какими силами шарик все-таки какие силы заставляют шарик все-таки двигаться вверх по трубе и выскакивать из нее у нас же шарик со вполне конечным моментом инерции бесконечного момента инерции нет там все понятно было а здесь так как кстати там тоже вы просил ничего не говорили а просто смотрели на то как он обкатывается труб по трубе а что касается сил ну ясно что нужно сказать здесь что это силы реакции у нас никаких других сил действующие на шарик со стороны трубы просто нет да конечно получается что шарик каким-то образом вот когда он катится по трубе силы реакции возникают ровно такие чтобы обеспечить чтобы обеспечить что ну как чтобы он не проваливался сквозь стенки трубы раз но это тривиально это что проскальзывание а еще чтобы проскальзывание вообще вот не такого проскальзывания не было не вот такого чтобы у него все время было правильное сцепление это такой взгляд теоретической механики мы должны сначала описать какие у нас есть условия сцепление ну собственно связи а потом из этих связей извлечь те силы которые обеспечивают такое движение я правильно понимаю да конечно силы реакция они так потому и называются что это как бы силы которые обеспечивают нужное движение это похоже вот на что когда мы вращаем камень на веревке мы сначала рассчитываем при данной скорости камни данном радиусе какое будет ускорение да потом говорим ускорение умножить на массу это и будет сила и такая в точности сила и должна быть в веревке должна быть натянута а конечно она растягивается но потому что веревка вообще растягивается чуть-чуть и в ней появляются силы по закону гука там все такое но в теоретической механике мы про это даже не говорим мы просто описываем реакции и в школе тоже замечу я ну в школе от этого иногда такая возникает каша в головах я знаю что наши зрители нам постоянно этот вопрос задают ну вот давай вернемся все таки у нас получается что поскольку момент инерции все-таки конечный шарик в движении он катится так что его ось еще меняет направление а чтобы ось меняла направление нужно чтобы возникал какой-то момент сил который заставляет эту ось процессировать ну а как может возникнуть момент сил если все это трение сосредоточено в одной точке ну да тогда вроде бы кажется что момент сил будет равен силы бесконечные должны у нас или силы бесконечные с нулевым плечом да но тут странно тут-то надо вспомнить что это у нас всего лишь теоретическая модель которая удобная но вообще говоря шарик у нас вовсе не таков шарик у нас обрезиненный и эта резина очевидно касается стенки цилиндра вовсе даже не в точке а целым пятном здесь у нас есть пятнышко он пытается проскользнуть и при этом возникают соответствующие реакции которые не дают ему проскальзывать и они то и разворачивают ось и точно так же у нас есть какое-то движение мы его кинематика описываем этой сложной а это движение бы вызывает соответствующие силы реакции вертикальные которые и останавливают его а потом еще его выталкивают вверх так ну так получается классно вроде бы хоть что-то становится понятным точно ну хотя бы если не математикой то на качественном уровне ну понимаешь куда смотреть ну да зато математическое уравнение нам дают четкое описание но без качественного понимания оно кажется неполным ну и у многих вызывает недоверие а теперь настало время нашего традиционного заключительного вопроса и он будет таким когда мы пускали в горизонтальную трубу шарик резиновый но с такой гладкой поверхностью он сначала как мы видим вращался внутри трубы и двигался то в одном то в другом направлении а потом это продольное движение исчезла и шарик просто катался внутри трубы по окружности ну и спрашивается а что же собственно произошло почему произошло исчезновение продольного движения ваши соображения на этот счет если у вас такие есть пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе ну и Субтитры подогнал «Симон»